Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Из нашего двухдневного путешествия по Испании, который путешествием-то назвать нельзя, точнее был уикенд в Мадриде. Кстати, на нашем туристическом канале есть видео о нашей поездке. Если интересно, в конце видео, в конечной заставке будет ссылочка, можете перейти и посмотреть. Так вот, из нашего двухдневного уикенда мы привезли для вас огромное количество испанских вкусняшек, в том числе и сангрию, которая станет вишенкой на торте серии видео о испанской кухне. А сегодня мы с вами приготовим чудесное блюдо для пикника, для рыбалки, для выезда за город на природу. Ну, в общем, для каких-нибудь поездок. А также еще классно это блюдо будет использовать для какого-нибудь праздничного стола. Итак, встречайте, испанские пирожки Эмпанадос. В Мадриде практически на каждом углу есть небольшие булочки, булочные, в которых продается огромное количество разновидностей этих пирожков. Причем там так интересно, там все пирожки выложены по отдельным лоточкам и на каждом виде пирожков стоит штампик, чтобы было видно, вот они прям запекаются с таким выдавленным штампиком или вдавленным, чтобы было видно, с чем те или иные пирожки. Мы сегодня приготовим один вид, на мой взгляд, самые классные, самые удачные Эмпанадос с мясом. Как обычно, ссылочку на текстовый пошаговый рецепт с раскладкой всех продуктов найдете в описании ролика. Первая ссылка в описании будет гласить. Текстовый рецепт тут, переходите на наш текстовый блок и там будет и раскладка продуктов и рецепт. Можете его сохранить себе на компьютер локально. А я сейчас вкратце озвучу. Для теста для приготовления Эмпанадос нам понадобится мука пшеничная первого сорта, сливки, сливочное масло, яйцо, разрыхлитель теста, соль, уксус и сахар. Для начинки мы будем использовать говяжий фарш. Также можно использовать свиной фарш из нежирной свинины или фарш из куриной грудинки. Также итальянские травы, оливковое масло, лучше эрстра вирджин, петрушка, лук, вареные яйца, томат, красный перец, лук и два зубчика чеснока. А еще возьмем оливки. В посудину, в которую будем готовить тесто, отправляем муку, разрыхлитель, сахар. Да, яйцо опрокинуть не помешает, согласен. И соль. Хорошенько перемешиваем. Далее, вооружившись крупной теркой, трем сюда сливочное масло. После этого запасаемся терпением и все это дело хорошенько перемешиваем. Вот так вот перетираем. Правильно я делаю, Ларис? Я уже один раз сделал такое тесто. Процедура, я вам хочу сказать, такая, достаточно долгая, займет минут пять. Я буду заниматься, друзья. И встретимся в следующем кадре. После того, как в тесте абсолютно все, стол, фартук, желательно, чтобы еще кухня вся была. Ну и, конечно же, объектив фотоаппарата. Размешиваем яйцо. Вводим его в тесто. Сюда же отправляем приготовленный уксус. И продолжаем продолжать. Вначале можно перемешать вилочкой, а потом долго и нудно, ну еще минут пять, наверное, опять руками. Вот таким вот образом, друзья. Добиваемся полностью однородной консистенции. Через несколько минут, когда тесто уже почти однородное, вводим сливки и продолжаем наше веселое занятие по перемешиванию. Фух, друзья, занятие еще то. Умаялся я с этим тестом. Представляю себе, как испанцы лепят тесто, вернее, вымешивают тесто на пятьсот пирожков. Наверное, целый день занимает. В общем, получился вот такой вот результат. Посмотрите, такое оно достаточно пластичное, эластичное. Лепим из него колобочек. Заверну сейчас в стрейч и оставлю при комнатной температуре на час. А тем временем займемся с вами приготовлением фарша. Для того, чтобы приготовить начинку для импанадос, нам надо все ингредиенты нарезать достаточно мелкими кубиками, размером где-то 3-4 миллиметра. Примерно вот такого размера. Примерно на такие же кубики нарезаем цебульку. На нашу порцию пойдет примерно половинка томата. Ее также нарезаем мелкими кубиками. Должно получиться примерно вот так. Также колечками по 4-5 миллиметров крошим лук. Мелко рубим петрушку. Меленько крошим вареные яйца. Оливки крошим также мелко. Примерно вот так вот. Все ингредиенты у нас должны быть где-то 4-5 миллиметров. И завершаем подготовительный процесс тем, что меленько накрошим чесночок. На слегка разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, оливкового масла, простите. Отправляем сюда лук и обжариваем его до состояния, чтобы он стал прозрачным. Должно получиться вот так вот. Лук еще не зажарился, но уже стал прозрачным. Отправляем сюда чеснок. Хорошенько перемешиваем. И сразу же сладкий перец. Обжариваем несколько минут. Убавляем огонь до минимума. Отправляем нашу будущую начинку томаты. И на минимальном огне протушиваем еще 2-3 минуты. Добавляем итальянские травы. Хотя чего итальянские травы у нас в испанское блюдо идут. Черный молотый перец. Можно добавить паприки. А можно и перца чили. Мне хочется, чтобы они были такие нежные пирожки. Поэтому и отправляем сюда говяжий фарш. Разделяем его вот таким вот образом. И перемешиваем с остальной начинкой. Накрываем крышкой и протушиваем на медленном огне 5-6 минут. Далее, друзья, начинку нужно посолить. Солим по вкусу. Можно попробовать. Мясо уже практически готово. И еще немножко, буквально пару минут протушиваем при открытой крышке, чтобы выпарить воду. Добавляем нашу начинку яйца. Всю зелень. Еще такие длинные пирожки я не готовил ни разу в жизни. Хотя готовили мы пирожков много. Оливки. Все перемешиваем. Буквально полминуты еще. Досаливаем по вкусу. Еще раз перемешиваем. Выключаем и оставляем остывать. Нам надо, чтобы начинка остыла до комнатной температуры. Далее, друзья, вооружаемся скалкой. И впервые, получив неоспоримое преимущество в семейных конфликтах, начинаем готовить наши пирожки. Тесто разделю на две части. И из одной части нам надо раскатать тоненький пласт толщиной примерно 3 миллиметра. При этом, если будет присутствовать ваша супруга, конечно, она будет удивляться, как рагульно вы раскатываете тесто. Ведь вы это делаете не каждый день, а наши девушки значительно лучше справляются с этой функцией. После этого вооружаемся каким-нибудь блюдцем диаметром сантиметров 12-13 и выдавливаем формочки. Вернее, не формочки, а заготовки. Остальное тесто аккуратненько снимаем. Я думал, красиво это картинно сделать, но не до конца додавил формочки. Так вот, аккуратненько снимаем и будем раскатывать со следующей партией пирожков. Это все-таки придется еще раз прорезать. Под громкий ржач своей половинки формируем пирожки. Делаем это следующим образом. Примерно столовую ложку начинки аккуратненько сворачиваем и защипываем. Примерно на толщину пальца делаем вот эту вот защипку. И после этого можно вот так вот еще. Лариса утверждает, что это украшение, но я понимаю, что это страховка от того, чтобы пирожок в процессе запекания не развалился. Переносим готовые пирожки на подготовленный противень, который предварительно застилаем пергаментом для запекания. Ну или в нашем случае тефлоновый коврик. Точно так же формируем всю партию наших пирожочков. Мы же к пикнику готовимся. Горилка стоит в холодильнике для пикника, а мы быстренько лепим нужное количество пирожков. Вот так вот, друзья. Сейчас налеплю все остальные и приступим. Кстати, духовой шкаф уже можно разогревать. Температура 200 градусов. Так как Лариса меня усиленно подкалывала, как я не умело леплю эмпанадос, я попросил слепить ее. И знаете, какой она слепила? Вот этот вот самый некрасивый. Друзья, взбиваем яйцо и обмазываем сверху наши эмпанадосы яйцом, для того, чтобы они были красивые и зажаренные. Жаль, штампа у нас нету, но эмпанадосы все равно получатся очень вкусненькие. И отправляем наши красавчики пирожки на запекание. При температуре 200 градусов на 25-30 минут. Точное время я скажу после запекания, но мы будем ориентироваться по корочке образовавшейся. Я вам покажу, какие должны быть эмпанадосы, когда они готовы. Прошло 23 минуты. Наши эмпанадосы готовы. Извлекаем их из духового шкафа. Посмотрите, как они выглядят. И оставляем их отдохнуть. Отдохнуть, остыть минут на 20 хотя бы. Хотя соблазн попробовать сразу очень велик. Сейчас будем дегустировать, друзья, будет вкусно. После того, как эмпанадосы остыли, приступим к дегустации. Самый некрасивый возьму, который Лариса лепила, и покажу вам его на разрезе. Вот такая вот красотуленькая, друзья. Сейчас крупный план. Посмотрите, как божественно это выглядит. А прежде чем рассказать вам, как это божественно вкусно, хочу пригласить вас в нашу группу в фейсбуке. Называется она о приготовлении домашних сыров, колбас и вкусного домашнего алкоголя. Ссылочку на группу найдете в описании ролика. Группа закрыта, и для того, чтобы стать участников, следует подать участникам. Следует подать заявку. Я эту заявку одобрю, и вы станете участником нашей группы. И когда вы резонно зададитесь вопросом, для чего вам это, я отвечу. Смотрите, друзья, мы готовим сыры, колбасы, алкоголь, достаточно сложные рецептуры. И вот вы готовите по нашим видео. У вас иногда в процессе возникает вопрос. Мы отвечаем на вопросы в комментариях. Кстати, если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментах. Мы отвечаем на вопросы в комментариях только один раз вечером, потому что комментариев очень много. А вам нужен ответ именно сейчас. Так вот, в нашей группе уже больше двух тысяч увлеченных людей, которые охотно делятся своим опытом. Вы отправляете свой запрос в группу и незамедлительно получаете несколько исчерпывающих ответов. Таким образом, получаете ответ на вопрос, не прерывая процесс приготовления сыра, колбасы или алкоголя. Я считаю, это очень круто. Также в нашей группе вы можете делиться своими успехами. Напекли пирожки, красивую фоточку сделали и в группу ее. Тоже считаю, что реально круто. Можете объявления, вот об объявлениях я хотел сказать. Можете публиковать объявления о продаже плодов своего труда. Допустим, вы делаете домашние сыры, домашние колбасы, крафтовое пиво. Такие объявления можно публиковать в группе совершенно бесплатно. Так что становитесь нашим участником и, друзья, пользуйтесь такой кассой колбасно-сырной взаимопомощи. Давайте будем пробовать пирожки. Похожий запах разносится по всему Мадриду. Пирожки очень ароматные и они не менее вкусные. Начинка сочная. Вообще супер. Надо рюмочку холодненькой водочки. Запотевший, запотевший. Как раз тема для пикника. Или бокал пиваса. Ну, на пикнике это будет не бокал, а, конечно же, бутылка пиваса. Хрустящее, почти песочное тесто. С вкусной, сочной начинкой внутри. Поверьте, это очень круто. Эти пирожки очень сильно отличаются от всего того, что вы пробовали ранее. Ну, конечно, если вы, как мы, не гуляли по улицам Мадрида и не заходили практически в каждую забегаловку, чтобы захомячить пирожок и запить его с ангрией или вкусным испанским вином. Поэтому, друзья, в сезон пикников я рекомендую вам приготовить импанадос и взять их с собой в корзиночку, где-нибудь на солнышке, на маевочку. Реально очень круто, очень классно. Ну, вы попробуйте, напишите мне в комментариях, понравилось вам или нет. Друзья, оставайтесь с нами, а мы продолжаем готовить для вас вкусные сыры, колбасы, алкоголь и, конечно, иногда какие-нибудь интересные закусочки. Спасибо за внимание, всего доброго, пока!